Если у вас появляются слова, за каждым из этих слов что-то стоит, да? Значит, ну вот, условно говоря, если вы напишете слово сознание, то дальше вы достаточно просто можете определить, в каких областях используется это понятие. Потому что оно используется, например, в философии у вас там один набор фактов в связи с этим будет связан, это используется в психологии, это будет другой набор фактов, но это используется и в медицине, и в биологии. И таким образом у вас появляются дополнительные сферы, которые позволяют вам взглянуть на ваш вопрос с неожиданной, может быть, точки зрения.